В рамках мероприятий, посвященных столетию образования судов общей юрисдикции, прошла церемония возложения цветов к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии. Торжественная часть мероприятий продолжилась в Малом зале Кабинета министров. Об истории становления и развития судебной системы Абхазии рассказала председатель Верховного суда Саида Бутпа. Решением Совета судей Республики Абхазия 13 мая 1923 года был установлен Днем образования судов общей юрисдикции Республики Абхазия. ЦИК СССР Абхазии 13 мая 1923 года принимает положение о судоустройстве СССР Абхазии, которое впервые учредило в Абхазии единую двухзвенную систему судебных учреждений. 1 июня 1923 года был образован Высший суд СССР Абхазии, который в 1926 году был переименован Верховный суд СССР Абхазии. 25 января 1992 года Верховным Советом Абхазии было принято постановление о признании всеобщей декларации прав человека. В соответствии с ним законы и иные законодательные акты, вступающие в противоречие всеобщей декларации прав человека, было принято считать не имеющими юридической силы и не подлежащими исполнению на территории Республики Абхазия. Поздравительный адрес от президента Аслана Бжани зачитал вице-президент Бадра Гунба. От имени руководства страны, от себя лично глава государства поздравил председателя Верховного суда всех действующих и пребывающих в почетной отставке судей, сотрудников и ветеранов суду в общей юрисдикции. Со дня своего образования суды общей юрисдикции Республики Абхазия осуществляют высокоэффективную деятельность, направленную на обеспечение интересов общества и государства, защиту прав и свобод гражданина, ставив во главу угла верховенство закона. Развитие государственности Республики Абхазия в наше время напрямую зависит от деятельности судов, как самостоятельной независимой ветви власти. На судах Абхазии лежит особая ответственность в условиях динамично развивающегося информационного общества запрос на государственную защиту. Самого принципа справедливости прямым образом лежит на повседневной профессиональной деятельности судей. Именно поэтому пополнение судейского корпуса, включая суды общей юрисдикции, должны происходить на принципах неукоснительного соответствия высочайшим профессиональным и моральным стандартам. Руководство Республики высоко ценит ответственную работу судейского корпуса и выражает благодарность за их вклад в формирование правового демократического государства. С юбилеем судейское сообщество Абхазии поздравил спикер парламента Лаша Ашуба. Развитие судов общей юрисдикции Республики Абхазия неразрывно связано с происходящими историческими событиями, оказавшими большое влияние на общественно-политическую ситуацию в Республике, ее институты, экономику, социальные отношения. На протяжении всей своей истории суды общей юрисдикции осуществляют деятельность, направленную на обеспечение интересов общества и государства, достижение верховенства закона, защиту прав и законных интересов каждого гражданина. И сегодня они решают многие задачи, в том числе и в области совершенствования законодательства и судопроизводства, за что отдельное спасибо судейскому сообществу. Депутаты Народного собрания Парламента Республики Абхазия высоко ценят сотрудничество с коллегами, с коллективами судов общей юрисдикции и выражают им благодарность за вклад в формирование правовой культуры в Абхазском обществе. Приветствие председателя Верховного суда Российской Федерации Вячеслава Лебедева зачитал заместитель председателя Сергей Рудаков. Гармонично, сочетая традиции юридической науки и новые правовые подходы, Верховный суд Республики Абхазия обеспечивает реализацию фундаментальных принципов правосудия, повышение правовой культуры, эффективную судебную защиту прав и законных интересов граждан и организаций. Конструктивное и подотворное взаимодействие между судебными системами наших государств, основанное на общепризнанных принципах и нормах международного права, будет укрепляться и в дальнейшем. Еще одно поздравление прозвучало от имени президента Республики Южной Осетии Алана Гоглоева. Его зачитал председатель Верховного суда Республики Виталий Джоев. За прошедшие столетия Верховным судом Республики Абхазия многое сделано для создания современной судебной системы. В ее основе независимость и самостоятельность судей, доступность и ответственность правосудия, состязательность судебного процесса. Вы активно способствуете совершенствованию законодательства, утверждению принципов справедливости, реализации и защиты государственных прав и свобод и законных интересов граждан. Уверен, что профессионализм, принципиальность и верность служебному долгу работников судебной системы будут и в дальнейшем способствовать укреплению государственности Республики Абхазия и обеспечению Верховного суда Республики Абхазия. Судья – профессия непростая. На судей возлагается осуществление ответственных обязанностей, принятие решений, обязательных к исполнению и затрагивающих права и интересы граждан и организации. От судей зависят судьбы людей и их благополучие, поддержание законности и правопорядка. Судебную систему Республики Абхазия составляют Верховный, Арбитражный, Военный суд, а также местные суды городов и районов. Эффективно работающая судебная система – это неотъемлемое условие развития демократического правового государства. Тяжелым испытанием для народа Абхазии стали годы Отечественной войны 1992-1993 годов, но, несмотря на это, судебная система Абхазии не прекратила свою работу по отправлению правосудия. После окончания военных действий многие участники войны стали членами судебного сообщества и достойно осуществляли правосудие. За это время сменилось много поколений судей, но всегда неизменным остается главное предназначение судей, носителя судебной власти в стране – грамотно, объективно и беспристрастно осуществлять правосудие, защищать права и законные интересы граждан, ограждать общество от преступных посягательств. На современном этапе эти задачи решаются вами успешно, а ваша деятельность является важной составляющей всей судебной системы Абхазии. Указом президента Аслана Бжани почетное звание «Заслуженный юрист» присвоено Марине Ануа, Лидии Трещевой, Белле Хасая, Георгию Акаба. Кроме того, во знаменовании столетия со дня образования судов общей юрисдикции были вручены юбилейные медали за сотрудничество, а также присвоены звания почетный судья.